Юлия Наумова носитель редкой и древней техники создания мозаики шпона маркетри. Познакомилась с ней 10 лет назад на мастер-классе яркого представителя этого ремесла Валерия Улеева. Вдохновилась и теперь занимается не только авторскими работами, но и делится опытом со своими учениками. Техника весьма сложная, требует много времени и состоит из двух процессов. Первый творческий это создать мозаику, сделать набор. Ну вот маркетрицы говорят рубашка, то есть выглядит она таким образом. Это одна сторона, это другая. Вот как раз таки на этой стороне лента, которая склеивает эти кусочки материала шпона в единое целое полотно. Второй процесс это оформить эту работу, то есть наклеить на основу, заторцевать. Потом отшкурить, снять ленту и покрыть лаком. Иногда работа значительно меняется в цветовой гамме. После того, как покрывается лаком, становится ярче, сочнее, появляются контрасты, которые не всегда уместны. Но в этом и заключается мастерство художника. Юлия говорит, нашла свое призвание и в одинаковой мере получает удовольствие и от своего творчества, и от преподавания. Она даже строгая, но мне это нравится, потому что учитель должен научить ребенка. К слову, Юлия в начале года представила персональную выставку «Продолжая жизнь дерева» и продемонстрировала свои работы на краевой «Алтай-мастеровой». Именно в ее рамках и отбирают претендентов на звание «Народный мастер». Нынче претендентов было 12. Обязывает вас к чему-то это звание почетное? Безусловно, конечно. Это определенная ответственность, которая, конечно, требует и усиленной работы, и участия в мероприятиях, и в выставках, выставочной деятельности, ну и также передача своего опыта подрастающему поколению. Напомним, звание «Народный» получают лишь те мастера, кто не менее пяти лет работает на территории Алтайского края. Жюри оценивает художественный уровень их изделий, сочетание народных традиций и творческой индивидуальности, участие в краевых мероприятиях. Всего с 2010 года звания «Народный мастер» были удостоены 37 творцов Алтайского края. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.